Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о электрических триммерах. Но не будем мы сравнивать, значит, бензиновый, электрический. В каждом есть свои плюсы, есть минусы. Но вот именно вот такой, значит, триммер такого плана, вот электрический, вот не тяжелый. Вот этот проработал три года. Три года. Брали его, посоветовали, потому что он ремонтно пригодный. Вот три года поработал, пока ремонтировать нет необходимости. Единственное, что, ну вот, может быть, вот здесь вот, маленько подтянуть винты, чтобы разболталось. Ну, как говорится, это в наших силах. Вот типа такого же плана приобрели второй. Второй с какой целью? Ну, во-первых, значит, если одним триммером долго работать, долго работать, то у него есть защита, защита от перегревания. Он отключается. Вот два будет в самый раз. Два в самый раз. Брали, значит, триммер, значит, из таких, под таким параметром. Ну, во-первых, чтобы мощность бывает там, там, 500-500 Вт, 800-900. Вот 1100 мощность, я думаю, самая нормальная. 1100 Вт. И вот диаметр лески 2 миллиметра. 2, 2,4 миллиметра. По леске мы отдельно поговорим, сейчас распакуем, посмотрим. И потом еще поговорим по лескам и по катушкам. Ну, вот посмотрим, что здесь. Мы еще его не заводили и смотрели, как вот приобрели, так и лежит. Так и лежит. Посмотрим, что в нем. Ну, это, наверное, вот с этой стороны все же. Так, с этой стороны все же, да? Так. Вот защитный щиток. Защитный щиток. Что хорошо в этих вот, именно вот такого плана, вот этот защитный щиток, можно немножко приподнимать. Вот штанга. Приподнимать и легче работать. Ну, и вот сам триммер. Видите, по виду, по виду напоминает триммер лесник. Ну, примерно такого же класса. Там еще что-то есть. Опа. А, вот ручка. Ручкой где-то паспорт. Ну, паспорт нам не столь важен, но, опа. А, опа. А, и диск, металлический диск. Металлический диск. Ну, начнем собирать. Сейчас соберем, а потом остановимся, расскажем более подробно, что и как. Так. Это так, это так. Кнопочка. Так, понятно. 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 Штанга. Что-то вставляется. Так, опа. Так. Вот так. Так. И фиксируется. И фиксируется. И фиксируется. Фиксируется. Пойдет. 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 Это. Оно уже на месте стоит. Ручка. Ручка, ручка, ручка. Сейчас посмотрим. Ну, ручка, они практически одинаковые. Ну, здесь маленько получено. Вроде поудобнее. Поудобнее. И видите, ключ идет. Сразу. Вот откручиваем сюда. Поставим ручку. Поставим ручку. Первоначально, 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 я вот тоже, вот видите, есть еще, вот такая фреза стоит. Первоначально, когда мы начали разрабатывать огород, я что-то вроде пожалел денег на леску. Думал, фрезой будет лучше. Поставил фрезу. Ну, фреза хорошо, косит, все замечательно, но попадаются камушки, много еще, как говорится, огород полностью не разработан. То надо первое время обязательно косить леской. Фрезой можно быть потом уже, когда-нибудь, можно будет и косить, но лучше леской. И, говоря о леске, говоря о леске, нужно сказать, что есть вот леска обычная, как типа рыболовная, да, а есть такая плетеная, плетеная, вот плетеная лучше. Она, правда, дороже, катушка, но хватает надолго, и ей работает лучше, лучше. Сейчас посмотрим, что соберем. Вот таким образом. Где-то так, потом ручку можно подрегулировать, она недолго откручивается, закручивается таким образом. Ну, главное, чтобы она, как говорится, работала, потому что мы приобретали в магазине, не проверяли ее, как взяли, и так, и все. Вот таким образом. Раз. Устая потушена, да. Надо потушим. Нормально. Так, это готово. Это готово. Это готово. Так. Теперь защитный кожух. А, я погорячился. На том у нас кожух по штанге двигался. Двигался, да. А здесь он, видите, он, значит, крепится, как говорится, мертво, и не движется, и не движется. Ну, посмотрим, какой будет лучше. К тому мы уже привыкли. Но говоря именно о данной косилке, нужно сказать, что эта косилка скорее женская, чем мужская. Потому что у меня другая побольше, у меня другая побольше, а на огороде больше косит женская половина. Ну вот, значит, по просьбе трудящихся взяли еще одну. Так, это где-то, наверное, вот таким образом будет крепиться. Сейчас посмотрим. Вот так вот, наверное. Вот. И останется катушка. И останется катушка. Собирается очень просто. И недолго, так скажем, что. И недолго. Посмотрим, как она будет у нас еще работать. Внешний вид такой симпатичный. Симпатичный. Так. Вот так. Раз. Это можно потом посмотреть. А я думал, что она на штанге гуляет. Она стоит так. Так, здесь уже готово. Так, здесь готово. Так. Собираемся. Так, ну и теперь посмотрим, что с катушкой. Вот особенность вот этой катушки. Потом мы ее еще разберем, посмотрим. Но заключается в следующем. Так, он запутался. Видите? Видите, вот. Вот катушка. А здесь вот еще надо пластику брать. И не собирал еще. Не вставлял. Вот и пластик на пакет. Вот. Заключается в следующем. Вот видите, катушка. Вот здесь получается, вот втулка идет. И леска идет через втулку. Значит, внутри катушки возвращается сюда. То есть, для того, чтобы ее леску заправить, леску заправить, нет необходимости ее разбирать. Вот это положительно. Это положительно. Главным образом, значит, если будет женщина работать, ей проще управляться. Так, ну и здесь. А здесь еще эта втулка стоит. Сейчас мы это разберемся. Так. Набор, конечно, не самый шикарный. Потом, чтобы открутить, здесь вот есть отверстие боковое. Фиксировать надо. Сейчас зафиксируем. И открутим. Так. Пока не зафиксировался. Надо попасть еще. Видите. Вот. Вот зафиксировал. И винт открутил. Открутил. Вот эта штука, вот эта штука, нам необходима для того, чтобы вставлять фрезу. Ну, я сказал, что мы фрезой пока пользоваться не будем. По той причине, что еще много камней. Камушки, они, соответственно, что? Могут повредить пилу. Вот. Все. Здесь сильно затягивать. Тоже смысла нет. Вот так немножко. Затянем. Вот так вот. А, выскочил опять. О. Так. Так. Как говорится, видите, недолго. Минуты 4-5, наверное, собрали. Сейчас приступим к испытанию. Приступим. Для этого, чтобы берем ее в руки. Вот ремень есть. Но ремень не самый удачный. Так, где-то у нас, где-то. Вот, вот тут ленитель. Сейчас подключим. Посмотрим одну косилку, другую косилку. Сделаем выводы. Так. Так, ну, наверное, вот здесь это. Не шумная. Не шумная. Так. Ну что, подведем итоги. Я считаю, что данная косилка достаточно удачная. Вот паспорт не достали. Вообще паспорт-то достали. Ну, очень легкая. Очень легкая. Удобная. Ручка тоже удобная. Видите, косит. Косит неплохо. Вот катушка сама по себе неплохая. Неплохая. Значит, возможность заправить, значит, леску. Леску, значит, 2 миллиметра. Очень хорошая. Сейчас я перерыв маленький сделаем. Я принесу, это забыл, коситы. Забил, принесу вот эту леску. Именно плетенку. И подведем итоги до конца. Первоначально я вот покупал леску обычную. Там она в пределах где-то 200 рублей стоила. Ну, быстро заканчивалась. И мне не понравилось. А после этого вот я, значит, взял вот такую вот плетеночку. Вот видите, какая вот она. Вот такого плана. Вот она 2 миллиметра есть. Ну, значит, вот 3 миллиметра. Ну, 3 миллиметра для такой косилки будет толстовато. Толстовато. Ну, у меня помощнее. Я вот себе ставлю 3 миллиметровую. И достаточно долго. Долго. Вот это, вот этой катушке мы, как вот, значит, будем говорить, что купили. Значит, косилку купили, катушку. Вот это уже 3 года. 3 года и мы работаем, и очень хорошо. Ну, можно и эту включить, конечно. Ну, смысла я не вижу большого. Значит, что? Считаю, что приобрели достойную машину, которая будет подменна, значит, уже старенькой у нас машин в машине. И думаю, проработают очень долго. И, как говорится, женская половина будет довольна. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова